Доброе утро! Разрешите сопровождение 4, встретит Урал. Разрешите сопровождение 4, занимайте до СС-2, и Урал будет на 12-й. Принял, занимаю до СС-2, Урал на 12-й. Вот очередной самолет, будем его сопровождать. Конечно, серьезная ответственность, потому что необходимо хорошо знать, планы авиапорта. Диспетчер руления говорит, по какой РД рулить, по какой заводить и какая стоянка. Были много случаев, что не на ту стоянку заводили. Это серьезными проблемами потом оборачивалось. Я жил в таком селе на Кавказе, в Абхазии, в котором единственный доступный вид транспорта был маленький самолет-кукурузник. Я полюбил это дело и решил связать свою жизнь с авиацией. Закончил школу в Абхазии, потом поступил в Кирсановское авиационно-техническое училище гражданской авиации. И учился в Тамбовской области в 79-м году и в 82-м году я его закончил. И по распределению попал в аэропорт Симферополь. Сейчас можно назвать старый аэропорт. После училища я пришел сюда механик. И потихоньку, потихоньку я за 7 лет стал техником 1-го класса или техник 6-го разряда. У нас был свой парк самолетов, состоящий из 12 самолетов Ан-24. И вот мы постепенно переучивались на периодические технические обслуживания. Мы изучили эти самолеты полностью. Обслуживать самолет имел право только тот, кто имел допуск. Один человек на 30 самолетов. И мы успевали. Нам надо было зайти в салон, расписать борт-журнал, чтобы его служил. Оформить документы. Подписать их. И после этого только мы имели право выпускать его в рейс. Меня допускал на все советские борта. И переучился я на ТУ-204. Но они должны были к нам в Симферополь как в базовый аэропорт попасть. Но так с этой переделом, распадом, так они сюда и не попали. Ненадолго уходил из того, что надо было кормить семью. А здесь у нас зарплату, считай, не платить. В 2014 году уже людей надо было набирать. Потому что объем работ резко, резко очень возрос. Надо было специалисты, которые знали, как делать, что делать. Поэтому многие вернулись. Что такое советская техника, все понимают, да? Если поломка, то мы сами имели право устранить ее. Меняли и колеса, и что только не делали. Устраняли самостоятельно, потому что имели допуск. А тут мы сейчас только обнаружить. А дальнейший уже ход, устранение поломок, все уже занимаются специалисты. Кто, как не мы, которые мы уже знали, знаем, на что обращать внимание. Где такие места, где надо посмотреть обязательно. Это же первое, что угрожает безопасности полета, жизни пассажиров. Молодежь приходит обязательно. Обязательно учим, рассказываем, что было. Самое лучшее учение, например. Аэропорт тоже, конечно, я переживаю. Я вижу, как он преображается. Сравнить с тем, что я пришел и что я вижу сейчас, это не то, что сказать, две большие разницы. Это два разных мира. Авиация – это моя жизнь вся, считайте, пройденная. Так, наверное, номер до конца до 5 есть так.